В пределах классики. С Мариной Сёминой. В центре внимания сегодняшней беседы будет такой прекрасный музыкальный жанр, душевный, как русский романс, без которого, согласитесь, невозможно представить нашу культуру. У нас в студии прославленный певец, а также актёр, режиссёр, народный артист России Олег Погодин. Добрый день, Олег. Здравствуйте, Марина. Мы очень рады вас видеть сегодня у нас в гостях, и просто это поразительная возможность с вами лично поговорить. Спасибо. Спасибо, я тоже очень-очень рад. Вы знаете, я бы хотела начать с такого вопроса. Насколько мне известно, в вашей творческой биографии есть прекрасная премия, царская сельская художественная премия за постижение души русского романса. И вот мне хочется спросить, вот постижение души русского романса – это некий результат или всё-таки это непрерывный, постоянный процесс? Конечно, это процесс. И вообще для актёра, вы только что об этом сказали, ну и для любого артиста, представленческого жанра тем более, результат менее ценен, чем процесс. Мы все, конечно, любим результат, это понятное дело. Но процесс, в первую очередь, даже репетиционный, он составляет истинное наслаждение и какое-то вот сердце, наверное, профессии. Поэтому, да, конечно, результат. И в постижении чего-то очень серьёзного, глубокого, великого, если хотите, хотя, наверное, именно к русскому романсу «Эпитит Великий» нужно предлагать очень осторожно, всё-таки это камерные произведения, но, скажем, великие по… По глубине именно, да. По глубине, по художественной ценности, по своему месту в истории отечественной культуры, по тем именам авторов, которые нам романс представляет. Вот. Так вот, конечно, когда ты погружён в жанр такого серьёзного уровня, такой глубины, то процесс всегда это самое главное в том смысле, что ты в нём живёшь. Он создаёт и твою жизнь, в том числе и творческую, и даже человеческую. Что же касается самого определения этой премии, то, конечно, лучше было бы адресовать вопрос к тем, кто это определение тогда создал. Но, к сожалению, многих уже нет на земле. Я имею в виду в первую очередь Дмитрия Сергеевича Лихачёва, который, собственно говоря, и выдвигал меня тогда, в 1999 году, в год Пушкинского юбилея, на эту премию. Вот. Но если мы будем читать труды того же Лихачёва, других участников того процесса, то мы, наверное, найдём там ответ вот на этот вопрос, что такое постижение души русского романса. Мне-то ценно ещё то, что это очень литературное определение и очень художественное. Оно вот не такого плана очеканных формул, не знаю, там, которые используются в экономике, в политике. Вот. Оно именно художественное. Очень многогранное, да? Многогранное и очень по стилю, совпадающее с русским романсом. Я был тогда очень молодым человеком и довольно молодым артистом, хотя я уже тогда много очень работал, в том числе и на самых серьёзных сценах. Это премия, помимо того, чем она ещё очень интересна, она действительно независимая. Это премия художественных деятелей серьёзных, которые вот как бы её дают художественным же деятелям. В тот же год, когда я получал эту премию, получал премию Мстислав Леопольевич Ростропович, Валерий Беславович Гергиев и, кстати, Елена Антонна Камбрува. То есть вот это очень интересно. Я тогда был совсем юный в этой команде, великих совершенно деятелей культуры, в разных направлениях культуры. И вот это действительно очень ценно. Очень ценно. И сейчас спустя почти 25 лет, кстати. Как раз юбилей Пушкина в этом году тоже. Олег, скажите, вот на протяжении 30, а то и больше лет на сцене, находясь в постоянных, скажем так, под взглядами многочисленных поклонников в эпицентре, то есть цветы, комплименты, у вас столько статей. То есть вы действительно человек, который, я не побоюсь этого слова, многогранно представляете не просто один жанр русский романс, но и вы как человек, как сам Олег Погудин, как жанр. Это можно даже так сказать. Спасибо, это очень ценно, то, что вы сейчас говорите. Да, и за всё это время мне просто интересно узнать, как, может быть, ваше мироощущение внутреннее менялось, как менялась публика. Вот если так окинуть взглядом всё это время. Знаете, ответ может показаться очень банальным, потому что в этом смысле абсолютно в традиции, традиционном смысле в традиции, таких артистов много. И большинство достойных артистов, я смею, ну, как бы, по крайней мере, в надеждах себя к ним причислять, большинство достойных артистов, они проходят именно этот же путь, просто они взрослеют. Так же, как люди, так же, как люди, которые пытаются стать свои идеалы, то, что они любят, то, что им ценно, они переоценивают что-то, но основные вещи остаются незыблемыми. И что касается нас, артистов, то с годами всё больше понимаешь ценность профессии, ценность навыков, ценность труда, иногда даже рутинного, который позволяет тебе, может быть, в чём-то утрачивая какие-то физические силы, понятно, это с возрастом происходит со всеми, вот, тем не менее, приобретать какую-то, не просто мудрость, а право, говорить о каких-то вещах очень-очень серьёзных, о которых в молодости ты говоришь по вдохновению, по наитию, по очарованию молодости. Тебе верят, потому что ты прекрасен. Но это ещё не является полноценным опытом, да, наверное? Это не является ещё опытом, как правило, вообще никаким. Это предощущение опыта. Для таланта это характерно. И нас в молодости ценят за талант. И, слава богу, я ценю молодых артистов за талант, за перспективы, за то, что они обещают в будущем, и за то, что делать сейчас. Допустим, если мы будем говорить о балете, да, честно говоря, сейчас уже и о музыке вообще, нужно состояться очень молодым для того, чтобы получить своё место. Но с годами приходит право говорить не только в рамках своей профессии, говорить в рамках своего жизненного опыта, о каких-то важнейших вещах, через свою профессию в том числе. Поэтому, вы знаете, я, в принципе, говорю о том же, о чём я начал говорить 35 лет назад. Просто сейчас я, может быть, более убедителен, потому что существует опыт и счастливый, и успешный, и драматический, как у каждого человека в жизни. И счастье, когда это соединяется с тем, что ты делаешь. А в моём жанре это соединить нетрудно, потому что русский романс — это всегда личная история, это личностное высказывание, это исповедальный жанр, и он требует от любого, кстати, выходящего на сцену в этом жанре, даже если он очень молод, или даже если у него небольшой опыт, он требует именно открытого сердца, он требует личного свидетельства. Вот без этого романс исполнять нельзя. Это как продолжение жизни на сцене. То есть человек выходит... Ну да, желательно, правда, чтобы это продолжение было художественным, то есть не надо путать от себя тяну какую-то с профессией, но однозначно от себя нужно высказывать какую-то свою позицию, даже, знаете, не столько позицию, сколько именно биение своего сердца. Вот тогда да. 9 марта будет ваш концерт в Государственном Кремлёвском дворце. О чём в этот день вы будете рассказывать публике? А вот как раз в этом году будет концерт, он называется «Русский романс», и, собственно говоря, на сцене будет представлен романс. Это мой любимый жанр, жанр, в котором я работаю больше всего, хотя на самом деле в моей творческой кладовой, в общем-то, и в постоянном процессе творческом-творческом делании очень много программ, действительно очень много для одного исполнителя, исполнителя, их порядка 30. И плюс ещё и спектакли. В последние годы, вот, знаете, пандемия, не было бы счастья, да несчастье помогло, которое заставило сделать достаточно серьёзную паузу в гастрольной деятельности. Но вот этот год, когда было трудно куда-то выезжать, или невозможно даже, я, слава богу, сумел как-то, немножко встрепенувшись от обстоятельств тяжёлых, употребить с пользой. Помимо записей, наконец-то, которые можно было сделать и выпустить альбомы какие-то, которые в постоянной гастрольной деятельности выпускать очень трудно, вот, я начал работу в исполнении своей давней-давней мечты, поскольку, будучи актёром по образованию и проработав, на самом деле, после выпуска из Театрального института Ленинградского, тогда ещё в Большом драматическом театре три года, я работал на одной сцене, собственно говоря, с гениями, сейчас-то можно говорить совершенно спокойно, вот, и я всегда мечтал вернуться к театру, к театру музыкальному, поскольку я певец и образованный музыкант, вот, мне очень хотелось соединить, это есть ещё в нашей истории, и не так, чтобы скудно, так сказать, представлен такой вот синтез драматического театра и серьёзного академического музицирования, вот, но этого не так много, у меня это, слава богу, получается. Ещё, кстати, благодаря совершенно чудесной команде музыкантов, которая собралась у меня за 25 лет совместной работы, вот будет 24 года сейчас, кстати, 3 марта, когда впервые я вышел на сцену со своим чудесным ансамблем, и вот, отметьте только, вот, действительно, это восхищает меня самого, у меня в ансамбле 3 доцента Санкт-Петербургской консерватории, один из которых ещё и доконоркистрового факультета. Вот так вот, раз уж начал эту тему... Это театр романса. Это театр романса, вы абсолютно правы. Олега Погодина, да, я просто настолько удивилась, когда увидела вот эту даже аббревиатуру «Троп», сколько смыслов в одной фразе, и как это у вас получилось просто и гениально, да? Ну, получилось потому, что это аббревиатура театра романса Олега Погодина. Другое дело, что очень серьёзно работая над текстами и с текстами, включая и, собственно говоря, сценарий спектаклей, которые я сейчас режиссирую и в которых играю, я люблю слово. Я люблю слово и с точки зрения, так сказать, просто обывательской, и с точки зрения профессиональной, даже, если хотите, в каком-то смысле филологическом, если можно это так сказать. И поэтому, когда я просто так вот написал от руки театра романса Олега Погодина аббревиатуру, я пришёл в неистовый восторг совершенно, потому что «Троп», собственно говоря, это любое определение словесного какого-то делания, и метафора, и что угодно. Сейчас тороплюсь немножко, потому что я понимаю, что время у нас очень ограничено, и передо мной ещё даже лучше секундомер. То есть если серьёзно говорить на эту тему, нужно просто на эту тему говорить отдельно передачу, а то, может быть, даже ещё и больше. Что меня восхищает совершенно по-человечески и артистически, что когда ты погружаешься в тему, когда ты начинаешь беззаветно преданно ей этой теме работать, а я беззаветно предан русскому великому слову. Это и спасибо моим педагогам, которые меня воспитали, и спасибо великим мастерам, с которыми я работал, и, возможно, и жизненному опыту. Я ценю русское слово очень серьёзно, в том числе и мои заграничные, огромное количество, на самом деле, заграничных выступлений, они всё равно всегда были посвящены русской песне, русскому романсу. И когда я уже заговорил на нескольких языках, я сейчас прилично говорю на трёх языках, я всегда, помимо, собственно, пения, рассказывал хотя бы немного о том, о чём я буду петь, и для публики это совершенно необходимо. Вот когда погружаешься в тему настолько серьёзно, она вдруг начинает тебе помогать, она вдруг как бы начинает с тобой сотрудничать, и такие вещи, вот как троп, они вроде бы случайны, на самом деле не случайны, это подготавливалось какими-то месяцами, может быть, и годами такого упорного делания. И вдруг проявилось, да, как что-то вроде бы случайное, но, тем не менее, это результат вот тех до этого импульсов. Ну, кстати, серьёзным артистам, серьёзным в смысле, которые работают всерьёз, это знакомо, в этом нет никакого, ничего исключительного. Просто, вот как нам говорили наши педагоги, ещё надо трудиться. А слушая вас сейчас, вот просто слушая, слушаясь как музыку, вашу речь, я начинаю понимать, почему такой эффект, и начинаю понимать эту магию, которая происходит в тот момент, когда вы выходите на сцену, как это рождается всё. И мне сейчас очень хочется прерваться, но это не будет прерванием, это будет таким закономерным продолжением нашей с вами беседы, после чего мы поговорим ещё об интересных вещах. А сейчас предлагаю послушать романс в исполнении Олега Погодина. На заре ты её не буди, На заре она сладко так спит, Утро дышит у неё и на груди, Ярко пышет на ямках ланит, И подушка её горяча, И горячу боительный сон, И чернязь бегут на плеча Косы лентой с обеих сторон. А вчера окна в вечеру Долго-долго сидела она И следила по тучам игру, Что скользя затревала луна. Субтитры создавал DimaTorzok И чем громче свистал соловей, Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Александра Варламова Исполнил Олег Погодин, Наш сегодняшний замечательный гость, Народный артист России. И настолько легко, настолько органично Этот романс звучит, И мне хочется спросить ещё об исполнителях, Которые участвовали в этом действии. Мы начали об этом перед романсом, И я с гордостью, с невероятной радостью Хочу сказать о моих дорогих сотрудниках, О музыкантах, с которыми мы прошли Четверть века совместной деятельности, А с кем-то и больше. Вот, например, с Михаилом Ольдикевичем, Заслуженным артистом России, Одним из ведущих гитаристов сейчас в Отечестве, И педагогом, в том числе, С многолетним стажем. Мы работаем с 91-го года. Это первый вот ещё виниловый диск Мы с ним выпускали. То есть представьте, Это целое, вообще не знаю, Несколько эпох. Вот, замечательные совершенно Мандолинистки и Дамриски, Ирина Козырева и Елена Молотилова. Вот, дальше, да, на контрабасе Роман Тентлер. Фантастический совершенно скрипач Алексей Баев. И, на самом деле, для знатоков, Ну, в смысле, знатоков, кто видел и слышал, Достаточно просто назвать его имя. Оно просто уже вызывает восторг. Вот, а дальше о том, Что я уже говорил о трёх доцентах Санкт-Петербургской консерватории. Олег Гуревский на баяне. Олег Вайнштейн здесь, он не играет, Потому что нет рояля. Но, на мой взгляд, Помимо того, что он один из лучших пианистов Современных, Концертирующих пианистов Со своими сольными концертами В самых престижных и замечательных залах. Вот у него буквально на днях Был концерт в Большом зале филармонии. Он тоже в вашей команде троп. Он тоже в нашей команде. Вот, и Андрей Иванов. Основная его профессия виланчель. Он потрясающий музыкант, Как и все остальные члены ансамбля. Вот, надеюсь, я никого не забыл. Сейчас, да, троплюсь. И этот романс будет 9 марта. 9 марта он будет. Но я об Андрееве Иванове Ещё чуть-чуть скажу, Потому что все аранжировки Вот в последнее время В наших концертах принадлежат ему. И вот в Петербурге 14 марта В Большом концертном зале Октябрьский На спектакле «Серебряный век» Можно будет услышать в том числе И романс авторства Андрея Иванова На стихе блока. Я пока предкрываю только чуть-чуть тайну, Потому что это премьера. И всех был бы счастлив там видеть. Вот, но когда задаются вопросы, О существует ли современный романс, Пишут ли романс сейчас, Вот, пожалуйста, мы будем презентовать Премьеру романса, Где Андрей выступит и как автор музыки. Вообще он пишет музыку, И очень интересную. Может быть, об этом не очень так широко известно. Но вот со мной работают музыканты Действительно экстраклассы. Я это бесконечно ценю считаю. Это невероятной удачей. И в том числе отчасти удачей заслуженной, Потому что я всегда уделял этому Самое пристальное внимание. Что касается концерта 9 марта в Кремле, То да, самые любимые, Самые известные, А в том числе и малоизвестные романсы Там прозвучат. И большинство из них в аранжировках Андрея Иванова. И все они в сопровождении Вот этого моего великолепного ансамбля, Музыкального ансамбля «Троп». Кстати, хочу добавить, Что есть замечательная страничка в Телеграме И Вконтакте как раз вашего театра романса. Да, «Троп» театра романса Олега Погодина. И, конечно, официальный сайт Олега Погодина, Где тоже вся афиша есть. Да, там информация проверенная. И я так понимаю, Что вот после концерта в Кремле Вы поедете в Санкт-Петербург, А потом вернетесь в Москву, И будет еще одно событие в конце марта. Ну, как события? Это уже старинная дружба. И чудесные, на самом деле, обстоятельства. Чудесные. Знаете почему? Вот амплитуда. В Кремлевском дворце почти 6 тысяч зрителей. В Большом концертном зале Октябрьский 3 тысячи 700. А в конце марта и в начале апреля У нас вот два спектакля. Именно спектакля. 30 марта «Мелодия рассвета». Это мой моноспектакль по греческим песням римбетики. С моими переводами, кстати, с греческого языка. И 13 апреля премьера этого сезона. «Лермонтов. Я к вам пишу». Это тоже спектакль. И там уже со мной вместе на сцене ещё три актёра замечательных. Совершенно. Елена Коробейникова из МХАТ имени Горького, Юлия Стажарова из театра на Таганке и Данил Мажаев, который, собственно, и служит в театре музыки и поэзии Елены Камбуровой, где и будут происходить эти события. И вот там зал на 90 мест. То есть, понимаете, когда материал позволяет тебе говорить с пятью тысячами зрителей и с сотней зрителей убедительно, с одной и той же степенью художественного воздействия, это чудо. Это вот русский романс «Городская песня». Мы часто недооценим его, потому что он кажется очень доступным. На самом деле, ну, что это такое? Как домашнее музицирование 19-го столетия. И, там, не знаю, барышня каким-то образом там немного играла на фортепиано. Это часть жизни, естественно. Дело не в этом. Дело в том, что можно немного, в этом жанре можно немного играть на фортепиано. Вроде бы там, не знаю, наборы из восьми аккордов обычных совершенно. Но для того, чтобы открыть это чудо, этих потрясающих мелодий, которые я очень не люблю определение проникновенно, оно настолько затасканное сейчас, что просто от него иногда немножко оскоминно бывает. Но нет более проникновенного жанра. Нет другого жанра, который так точно сразу же проникает в сердце слушателя. А вот донести в это сердце он может и поэзию Ахматовой, и поэзию Пушкина, и поэзию Лермонтова, и Анинского, и Блока, и Гумилёва, и Цветаевой, и так далее, и так далее. Это уже мастерство слова. Вот здесь ответственность артиста становится совершенно громадной. но и счастье от того, что художественные задачи выполнены, тоже огромно. А мы счастливы видеть вас сегодня здесь, в студии «Радиорфей». Огромное спасибо. Спасибо огромное вам за беседу, и я очень надеюсь до новых встреч. До новых встреч, буду рад. Народный артист России, Олег Погунин у нас в гостях. Благодарю. В пределах классики с Мариной Сёминой.